3 августа комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций провела еженедельное совещание. Справился ли Десногорск с третьей волной пандемии, расскажем в сюжете. Ситуация с коронавирусом в городе постепенно выравнивается. На собрании констатировали снижение числа зараженных. За минувшую неделю ряды заболевших пополнили 30 человек. В ковидном госпитале наблюдаются 32 пациента, что на 8 меньше, чем на прошлой неделе. Снижение поступающих в ковидный госпиталь у нас отмечается пациентов. Амбулаторно находится на лечении 2 пневмонии и наблюдаются пациентов с положительным ковидом 30 человек. Первым компонентом вакцины привиты более 11 тысяч человек. Также в городе началась кампания по ревакцинации населения. На повторную прививку записываются по истечении 6 месяцев после первой. Поскольку первая вакцинация у нас началась на Смоленской атомной станции, соответственно, сейчас уже процесс ревакцинации также начат на Смоленской атомной станции. И для всего населения также сейчас уже доступна ревакцинация. Необходимо будет также записываться на ревакцинацию и она будет осуществляться в таком же точном порядке, как и сама вакцинация проходит. Перед началом учебного года школы города подверглись проверке на соблюдение правил санитарно-эпидемиологической обстановки. Как заявил заместитель главы Десногорска Александр Новиков, встречи учеников все учреждения готовы. Процент привитых работников сферы образования приближается к 60. А кабинеты оборудованы необходимыми мерами защиты. Сегодня было принято семь организаций. Замечаний таких критических, которые не позволили бы начать работу в новом учебном году в этих организациях, нет. Все образовательные организации оборудованы рециркуляторами воздуха, антисептиком в достаточном количестве. То есть требования по санитарно-эпидемиологической обстановке мы также соблюдаем. На совещании коснулись и выплат соцподдержки многодетным семьям для подготовки детей к школе. Единоразовая выплата предназначена семьям, в которых пять и более детей. В Десногорске почти 70% родителей уже получили 10 тысяч на покупку школьной формы и канцелярских товаров.